МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И мы говорим сегодня с нашими слушателями о том, что происходит в российской политике на фоне избирательной кампании. В общем, много всего любопытного. Михаил Михайлович, когда я вас приглашал, ситуация была такая неясная с вашим участием в выборах. Вас решили снять с выборов. Вы экстремист? Так, как гражданская платформа формулировала, меня обвиняют в экстремизме. Они обвинили меня, что якобы мои высказывания сделаны на центральном телевидении. Якобы я обвинил Путина в том, что он содействовал Башару Асаду в применении химического оружия против своего населения. Значит, ну, понятно, что это чушь полная. Я так не обвинял Путина, но я обвинял Путина, что он поддерживает Башара Асада вообще нелегитимного президента. А нелегитимным по той просто причине, что он как только принял химическое оружие, для всего мира он стал нелегитимным. Все, закончилось. Так, собственно, и Россия требовала это химическое оружие у него изменить. Да, поэтому я и утверждаю, что это вредная политика, которую проводит Путин по поддержке Асада. Он нелегитимный президент, и нельзя его поддерживать. Президент, который травит свой народ химическим оружием, не может быть априори уже легитимным. Он утратил всю свою легитимность. Ну, а, кстати говоря, если вот про эту Сирию, то народ наш как-то подзабыл, что там на самом деле продолжают оставаться российские силы, хотя и сокращенные, и, в общем, участвуют в боевых действиях, и есть потери. Какова Ваша позиция в связи вот с этим кризисом и попытками его урегулирования? По Сирии вы имеете в виду вообще. Ну, позиция моя простая, что мы должны участвовать в борьбе с международным терроризмом. Мы постоянные члены Совета безопасности ООН. Мы еще в начале 2000-х, когда я работал в правительстве, мы были в рядах, мы были во главе вместе с Соединенными Штатами и другими странами, постоянными членами Совбеза, были во главе международной антитеррористической коалиции. И мы боролись тогда с Аль-Каидой, тогда это был Афганистан, и мы обеспечивали, мы в силу наших, так сказать, проблем, которые у нас были с Афганистаном, того синдрома, мы не посылали этого войска, и с нами все соглашались. С другой стороны, все посылали войска, мы обеспечивали логистику, в том числе пролеты по нашим территориям, и аэродромы подскока, так называемые, и так далее. Поэтому мы принимали активное в этом участие. Сегодня нужно было поступить бы точно так же. Мы часть международного сообщества, я имею в виду ответственные за безопасность в мире, и мы должны были поступить так же. К сожалению, президент Путин решил иначе и стал поддерживать, как я подчеркиваю, нелегитимного президента. Я почему это подчеркиваю? Вы помните в первом интервью, которое дал Путин после начала этой операции осенью прошлого года, он сказал, «Наша цель – поддержка легитимного президента Башара Асада». Он это подчеркнул. А потом же сказал, а вообще-то там еще, чтобы не возвращались террористы к нам в Россию. Это была второстепенная вещь. А главное – поддержка президента, который является, по моему утверждению, основанным на заключении комиссии, специальной комиссии ООН. То, что он не является легитимным. Поэтому в этом есть ошибочность. И поэтому мы тратим столько энергии. Видите, сколько идет переговоров. Лавров и Керри встречаются через день. Не могут обсудить, как же скроординировать усилия. Это и есть проблема. Давно бы уже завершили бы эту проблему, которая существует. И реальная угроза для нас, для нашей страны. Поскольку ИГИЛ уже там через Афганистан, в Таджикистан пытается уже проникнуть. Там стоит наша 201-я дивизия, которая обеспечивает сохранность, безопасность всего СНГ. И мы по-прежнему в этой проблеме находимся. Поэтому вот эти вот устремления продемонстрировать нашу какую-то особую роль или наше главенство какое-то там, оно приводит к тому, что гибнут наши люди и ситуации. Гибнут не только наши люди. Гибнут мирные жители. Ситуация неурегулированная. Беженцы, кстати. Держится. И сколько беженцев, ситуация вся по-прежнему напряженная. Да. Ну, в общем, с экстремизмом мы разобрали. С экстремизмом в кавычках. А вы понимаете, кто вас снимал? Гражданская платформа или администрация президента? Ну, здесь я не могу утверждать, значит, я могу предполагать. Думаю, что это было по настроению администрации, значит, по общему настроению сделано гражданской платформой. Потом, видите, прошло там два дня, передумали, рассуждая, где будет больше ущерб от снятия нас или от того, что мы пройдем в Думу, значит, в чем где больше ущерб, значит, единовременный. Потому что хотят продемонстрировать, что выборы легитимные. И вы видите, в принципе, центральная избирательная комиссия. Элла Памфилова делает все, чтобы это было на самом деле так. Хотя ролик мы, опять-таки, сняли. А где сняли? Снял, цик снял. Снял? За что? Вы знаете, что, наверное, с телевидения сняли ролик за мои слова, что главный тормоз развития страны – это Путин и его команда. А это нельзя говорить? Это экстремизм? Оказалось, что нельзя. Почему? Объяснили тем, что мои выражения, что Путин и его команда, главный тормоз развития страны, являются пропагандой против Единой России. А он же не состоит в Единой России. И мы это говорим. А нам говорят, нет, вот поскольку его команда, люди могут понять, что это Единая Россия. Поэтому нельзя так вот говорить, что Путин и его команда плохие. А если без команды запустить? Ну, так нам уже с нами не рассуждали, просто не разрешили, и все. Так может, новый ролик еще успеть сделать? Вырезать слово «команда»? Может быть, это так. Завтра воспользуюсь вашей рекомендацией. Ну, это такая шутка. А вообще, вот, собственно, ну, вот ваш коллега, господин Мальцев, он первая… Он мой не коллега, он мой партнер по выборам сейчас. Да, да, да. Он у вас второй номер, значит, в списке. Он говорит, что надо импичмент устроить Путину. А за что? Ну, он выражается импичмент, это просто слово ему нравится. Иностранное. Да, смысл, смысл, конечно, в том, что Путин должен уйти. В отставку. Да. Все видят, конечно, в слове импичмент сразу юридическую процедуру. Я уже объяснял Вячеславу Мальцеву о том, что это сложная процедура, и не надо на нее сильно, так сказать, ее использовать, поскольку мы этим не можем заниматься. А то, что мы даже призовем Путина уйти в отставку, да, что ждать еще один год? А за что? Уйти, потому что страну завел в тупик. Люди беднеют, экономика разваливается, страна в международной изоляции. За это, это результат политики Путина последних десяти лет, как минимум. А людям нравится? Ну, я же говорю, если мы в Государственной Думе, значит, мы получим миллионную поддержку избирателей, и основываясь на этой миллионной поддержке, многомиллионной поддержке, мы будем предлагать такие действия. Призыв, чтобы Дума призвала Владимира Путина уйти в отставку, объявить выборы раньше, не дожидаясь года. Ну, юридически это через Думу провести, в общем, невозможно. Нет, призыв такой сделать можно. Вопрос в том, что может, захочет ли Владимир Путин воспользоваться нормой Конституции о досрочном прекращении полномочий президента, или не захочет. Это уже политико-технические вещи, значит. Ну, а вот мне тут пишут, что антирейтинг Парнаса вырос выше, чем уже у ЛДПР был, то есть очень большой. Может быть, это благодаря таким вот резким вашим призывам? Ну, я не видел, что высокий антирейтинг. Это якобы закрытые опросы есть. Я знаю, что у нас растет рейтинг, растет, значит, по полтора процента в месяц, и сейчас вот по концу августа было 8,5-8,6% по Леваде, по опросам. А так вас закрыли, то есть Леваду закрывать решили иностранные агенты завести именно из-за вас? Ну, прежде всего, из того, что они говорят, что рейтинг Единая Россия упал там сильно, значит, да, не знаю, мы тут добавляем в эту сторону тоже или не добавляем, да. Но, да, мы ожидали они, что будут 12-го числа, то есть сегодня они должны еще объявить были новую, но они, поскольку их закрыли, они прекратили эти исследования. Но их не закрыли формально? Да, не закрыли, но, да, поставили большие препятствия на пути их работы, да. И фактически, сегодня последний день, когда можно объявлять опросы, и сегодня нет новых данных. Поэтому руководствоваться тем, что было, 8,6% наша общая поддержка, те, кто точно будет за нас голосовать, и кто возможно за нас будет голосовать. Это, возможно, нужно превратить в точно, это наша задача этих оставшихся пяти дней. Ну, то есть, вот у меня как раз вопрос от Андрея, вот шансы партии во всей этой кампании. Он спрашивает, собственно, просто показать себя или пройти в Думу? Нет, наша цель это пройти в Думу, не пройти в Думу, а сформировать в Думе фракцию. Нам не нужно пройти... То есть партийным списком? Не пройти одного кандидата, не пройти тремя кандидатами, нужна обязательно фракция. Только партия может сформировать фракцию. Фракция отличается от трех кандидатов или от трех депутатов тем, что она имеет большие полномочия, как политическая фракция в Государственном Думе. Отдельные кандидаты не имеют таких полномочий. Поэтому это важная цель. Важная цель, которую мы даже по вопросам, мы эту цель достигаем. Что нам напишут, это вопрос уже второй. Мы знаем, как готовятся эти фальсификации. Вы помните все эти поправки в законы, которые весной были приняты, разрушающие фактические системы гражданского наблюдения за выборами. Плюс были такие демонстративные порки наблюдателей. И даже были избиения. Помните, в Балашике там избивали как людей. А, кстати, не нашли до сих пор. Вот, 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 вот. И мы разговариваем же с руководителями этих организаций гражданских. Они говорят, люди боятся. И количество наблюдателей у них гораздо меньше, чем было в 2011 году. Люди боятся, и у них есть проблемы с наблюдателями, которые должны обеспечить в том числе контроль за правильностью голосования. Поэтому я вижу, что власти хотят, с одной стороны, сделать такую имиджную картинку, что вроде все хорошо. И у Памфилова, за исключением, вот, решение по ролику. Значит, у нее вроде все проходит хорошо. Там наш список Парнаса в Питере хотели снять. Она, значит, приняла решение справедливое, что не сняли наш список. Это в законодательное собрание. Да, зарегистрировали наш список, да, в ЗАГС собрание. Вот, там разные другие решения. А вот по ролику, ну вот, приняли такое решение. Но, в общем, ситуация выглядит, как будто бы все так неплохо происходит. То есть, нельзя трогать Путина. Да, нельзя трогать Путина. А теперь вопрос остался последний. Голосование и фальсификация. Ну, вы видите, уже везде в России есть, в интернете полно. Когда уже инструкции идут по школам, инструкции идут по учреждениям здравоохранения, об обязательном голосовании. Опять то же самое, что дайте нам фотки, как вы там ставите галочки и так далее, и так далее, и так далее. Но есть способы ставить галочки. Знаете, веревочку туда кладут, фотографируют, потом снимают и все. А вот так, да? Да, прям в квадратик там. Какую-нибудь там бумажку можно положить. Это мы знаем. Я не слышал такого. Ну, учите теперь своих избирателей, как бороться с административным нажимом. Да, наши избиратели, надеюсь, проголосуют без сомнения. Ну, хотя, да, сейчас растет сфера, или, так сказать, в области поддержки, я имею в виду социальные слои общества, поэтому, возможно, что ваша рекомендация будет совершенно уместна нам также. Хорошо. Ну, вот, скажем, еще одна новость, новость выходных. Алексей Навальный призвал Яблоко и Парнас взаимно снять кандидатов в разных округах, ну, той же столицы, хотя, я думаю, что есть такие округа, где кандидаты двух оппозиционных партий соперничают не только в столице. Вот я попросил Григория Явлинского как-то ответить Алексею Навальному, что он думает по этому поводу. Посмотрим, пожалуйста. Как вы относитесь к инициативе Навального, которая неожиданно, буквально в последний момент возникла, о том, чтобы снять хорошо бы Яблоко и другим как-то взаимно кандидатам? Там для этой инициативы остался один день, это давно известно все. И одномандатники ведут переговоры. Если эти переговоры увенчаются чем-то, значит, будет хорошо. Пока ничего конкретного? Ну, мне неизвестно об этом, но я знаю, что идут переговоры. Сергей Митрохин ведет диалог, другие кандидаты все ведут диалог, потому что вопрос важный, давно хорошо известный, ничего в нем нового нет. Ну, это одномандатный выбор, там люди решают сами. Это сказал Григорий Явлинский, очень осторожно, уж не знаю, идут ли эти переговоры или нет. Ну, вот ваш комментарий к инициативе Алексея Навального. Ну, я сразу же, как только увидел, это было сколько дня два назад, наверное, да, я сказал, что это вполне реалистичное предложение. Вопрос инициативы. И Явлинский прав, что должны быть обязательные согласия. Мы не можем кого-то заставить или решением партии снять вдруг одномандатного кандидата, значит, снять с выборов. Немножко запоздала инициатива, хотя она, ну, не такая, что удивительно. Ах, никто раньше не знал, не понимал. Это всегда такие разговоры и консультации на эту тему шли между кандидатами. Поэтому, в принципе, там наработки есть. Я почему-то среагировал, что это вполне реалистично, потому что я знаю, по крайней мере, мне известно по трем округам, такое могло бы состояться. Но сегодня я не вижу, чтобы что-то такое состоялось. Никто таких, скажем так, решений или взаимных согласий не достиг. Вот Ольга как раз писала, что не хочет ли Михаил Михайлович снять некоторых кандидатов в пользу Яблока, как жест доброй воли, не ожидая, что Яблоко снимет своих. По мне, это сильно повысит авторитет его, авторитет партии, без всякого ущерба для общего дела. Это неправильно распоряжаться судьбой, политической судьбой кандидатов, просто так вот решением полицсовета, без каких-либо специальных аргументов, снимать их просто силой решением партии. А вот Жириновский так делает, например. Ну, Жириновский это Жириновский. И выигрывает иногда. У него другая партия. У нас, вы знаете, мы открыты, и у нас полный консенсус до определенного момента, до принятия решения. Поэтому, если такие аргументы приводились бы, я бы с удовольствием поучаствовал бы и, скажем так, ну, сподвиг бы людей для принятия таких решений. Ну, то есть, в общем, поехали. Я думаю, что если была бы неделя, а не один день, скажем так, знаете, такая вот, ну, просто инициатива. Она не скажет, что она какая-то новая, но просто она как бы такой толчок, давайте эту инициативу все-таки, или давайте этот подход все-таки применим в жизнь. Поскольку я вам говорил, там, по трём, по крайней мере, кругам, такие подвижки или предположения, они уже были. Ну, хорошо. Теперь, собственно, ещё один сюжет. Это вот инициатива, которая возникла то ли в окружении Михаила Ходорковского, то ли благодаря самому Михаилу Ходорковскому, по крайней мере, сегодня, то есть в понедельник, была пресс-конференция видео Ходорковского по поводу дальнейших действий. То есть, это отбор кандидатов в президенты от оппозиции на 2018 год. Давайте посмотрим небольшой репортаж и обсудим. Кто вместо Путина? Мы убеждены, что нет ничего хуже, не изменяемой власти. Мы хотим другой, лучшей судьбы для России в 21 веке. Для этого мы объявляем проект «Вместо Путина». Его результатом станет выдвижение новых политических лиц на пост президента России. Зарегистрироваться на сайте «Вместо Путина» может любой желающий. Пользователи могут либо голосовать за предложенных экспертами кандидатов, либо войти в число экспертов и предложить свои варианты на пост главы государства. Один из экспертов проекта «Политик» Владимир Карамурза-младший заявил в интервью «Радио Свобода», что считает мифом тезис о безальтернативности Владимира Путина. Да, мы действительно находимся в ситуации, когда поиск политической альтернативы в нашей стране значительно затруднен. Когда, например, одного из очевидных кандидатов в президенты от оппозиции в прошлом году расстреляли на Большом Москворецком мосту, а другие находятся кто в заключении, кто вынужден покинуть страну, кто-то в силу разных псевдосудебных решений по искусственным причинам лишен пассивного избирательного права, права участия в выборах в качестве кандидатов. И тем не менее, даже в такой ситуации оскорбительно в 140-миллионной стране с огромным множеством ярких, талантливых, успешных, опытных людей говорить о том, что нет альтернативы какому-то одному человеку. — Ну что, Михаил Михайлович, вы зарегистрировались уже на сайте Ходорковского? — Не, ну я это рассматриваю вообще как игру, как шутейную такую игру. Я уже сегодня переговорил с Ходорковским и попросил его выбрать мое имя оттуда. — А что вас смущает? — Ну это просто, мы говорим о серьезных вещах. Я не хочу участвовать в каких-то там несерьезных вещах. — А что вам сказал Михаил Борисович Ходорковский? — Он сказал, что с ними молодежь погорячилась. — То есть это инициатива молодежной фракции? — Ну так, не молодежная фракция, а его, я понимаю, молодежи, которые в Москве здесь... — Баронова и компания. — Я не знаю, кто эти... Мне это не так важно, значит. — Ну то есть вы отказываетесь от участия в этой игре? — В этой игре я отказываюсь, конечно. — Ну а что, не надо подбирать кандидатов в президенты? — Послушайте, мы должны дождаться сейчас первого выбора в Государственную Думу и начать немедленно формировать уже подходы к подбору или выбору единого кандидата от демократических сил. Но это не та форма, по которой можно... Вот то, что предложил Михаил Борисович и его люди здесь в Москве, что вот так мы будем подбирать нашим каким... Это и так не делается. — А как делается? — Это делается, это садятся политические силы и обсуждают. Привлекают общественность, привлекают лидеров общественного мнения для того, чтобы обсуждать. — Ну вот, я не знаю, тут садились перед выборами в Государственную Думу прогрессивные силы неоднократно. Результат — согласованный даже один округ, где Дмитрий Гудков борется с этим, как он, Анищенко, бывший санитарный врач, и, так сказать, человек не очень, так сказать, такой... — Ну еще и центральный округ, где Андрей Борисович Жилупов. — Да, ну там Мария Баронова от Ходорковского, ему, так сказать... — Ну, по крайней мере, это не от Яблока, да? — Ведет с ним такую мужественную борьбу следов, которые мы не видим в жизни, правда, в интернете что-то видим, вот, но тем не менее. Так вот сидели, сидели, согласовывали то ли единый список, то ли что-то, в результате одна коалиция потеряла свою часть, другая, другая, ну, может быть, что-то приобрела на базе Яблока, а в результате, в общем, вот не сильно о чем договорились. Я подозреваю, что и президентские выборы без какого-то стимулирования со стороны не смогут, на основном, на президентские выборы не сможет выйти какой-то единый кандидат противника Владимира Путина. — А что вы под стимулирование имеете в виду? — Ну вот они, видите, сегодня так повеселили народ, там активно люди... — Чисто повеселили? — Нет, люди активно обсуждают, говорят, ну, как, вот Явлинский, Касьянов могли и надоесть, а мы хотим что-нибудь новое. — Ну-то хорошо, пусть поиграют. — Но без вас. — Но без меня, да. — Вот интересно, мы сегодня провели опрос на улице про новых людей, но, правда, не в президенты, наверное, еще в президенты выдвигать рановато, а вот в Государственную Думу. Давайте посмотрим и послушаем, что говорят люди на улице о новых лицах, которые нужны или не нужны в Думе. — Хотите ли вы увидеть в Думе новых политиков? — Безусловно. — Я не буду сейчас называть фамилии, но на самом деле они как бы известны, да, они только Навальный. — Ну, нет вообще ни доверия тем людям, которые сидят очень давно. — Нет, не хотим. Хотим, чтобы старые продолжали работать. — Почему не хотите? — Потому что я консерватор. — Старые наворовали, придут новые воровать. Вот и все. — Да, лучше не будет. — За Касьянова! Акситий, дорогой, за кого? — Должна же быть какая-то смена поколений, какая-то преемственность. Не обязательно эти не устраивают, просто преемники должны быть. У каждой партии должны быть свои молодые, энергичные преемники. — Наверное, да. Ну, может быть, что-то будет лучше. — Во-первых, старые надоели. Во-вторых, новые люди — это всегда хорошо. Новые люди — это новые идеи. — Вероятно, да. Но те, которые нормально бы смотрели на жизнь, по крайней мере, не закрывали бы больницы, школы, не объединяли бы, не стремились. Все же к чему стремятся? К зарабатыванию денег для себя, да? — Обязательно. Нужно идти в народ, посмотреть. Много людей в России. Не только те, которые сидят в Думе. Все-таки надо искать людей не те, которые могут пройти в Думу по каким-то критериям, связанным с финансами, собственными или своей активностью, а именно те, кто действительно болеет за свое дело, кто хочет решить проблему народа. — Я не решаю ничего в управлении, поэтому зачем мне этим интересоваться? — Я не знаю. Я аполитичен, но что-то новое нужно. — Навального, например, Алексея. Человек, который, по крайней мере, декларирует, что готов бороться с коррупцией. Хотя, возможно, был сам связан с коррупцией. Не знаю, может, и справился. Свежая кровь всегда нужна. Свежей крови нет, нет роста, нет развития. — Михаил Касьянов в эфире «Радио Свобода». Михаил Михайлович, ну так что тут, какие выводы сделать? Двое хотят Навального, некоторые говорят, что старые пусть остаются, потому что они будут меньше воровать, уже наелись. Ну и многие хотят новых людей. Действительно, вот как обеспечить сменяемость в системе, которая борется всеми силами за несменяемость? — Смотрите, здесь есть серьезная разница между позициями одной группы людей и других. Люди, которые, мы считаем, нас поддерживают, и те люди, которые хотят серьезных перемен. Не тонкой настройки, что сменить 20 человек на другие 20, а серьезных перемен. Перемен означает начало изменений в стране. Это означает отставку Путина, это означает формирование нового политического курса, это означает вообще уход всей этой команды от рычагов управления. Это, в принципе, кажется невозможным, но мы считаем, что это возможно. Если сейчас парнас попадет в Думу при поддержке граждан, то мы начнем эти процессы. До выборов президента после этого остается всего один год. За этот год в Думе мы инициируем очень много важных вещей. И людям станет ясно, что предлагаем мы, и что предлагает Единая Россия, или там еще партии-сателлиты. И встанет выбор. Получается одно, или Путин с Единой Россией, или парнас. В стране нужен новый старт. Этот новый старт может дать только парнас. Поэтому мы и говорим, что нам не нужно места в Думе просто так, чтобы чуть-чуть улучшать, или там была пожестче критика этой власти. Мы хотим перемены. И для этого, мы говорим, нужна фракция, для того, чтобы она обладала теми полномочиями, которые достаточны, или которые могут повлиять на начало общественного, широкого общественного процесса перемен в стране. Ну да. Ну вот о новых людях. У вас в списке новый человек. Вячеслав Мальцев. Опять вот я забросил в Фейсбук вопрос, и тут же много вопросов и о нем. Одни люди говорят, что для меня парнас закончился с приходом фрика Мальцева. Другие говорят, что отличная предвыборная компания. Мальцев классный чувак и болото потревожил. Благодаря Мальцеву парнас пощиплет электорат ЛДПР и получит голоса простых российских мужиков, которые власти и оппозиции не верят. Ну, какова задача Мальцева в России? Справедливы все эти комментарии справедливы. Да, кто-то от нас отвернулся, кто следит за чистотой рядов, скажем, вообще. Кто-то, наоборот, поддерживает и теперь еще в большей степени верит, что появился шанс, поскольку мы расширили свой электорат за счет Мальцева и за счет Зубова, он тоже беспартийный. Поэтому здесь вопрос такой спорный. Мне нет на него однозначного ответа. Мне кажется, что политическое решение принято из съезда, оно правильное, чтобы включить список и Мальцева, и Зубова, и других коллег. И там у нас, вы знаете, все те организации, партии, которые не зарегистрированы, которые входят в коалицию, все представители их участвуют. В регионах очень много молодежи тоже. И в Москве есть представители этих политических сил. Поэтому мы такая широкая платформа. И я уверен, что граждане это оценят. И мы получим достойную поддержку для того, чтобы сформировать фракцию в Государственной Думе. Это сегодня у нас не, скажем, соблюдение нюансов чистоты либеральной партии. В стране нужны перемены. Для этого нужна поддержка более широких слоев общества, нежели те, как наш базовый электорат в крупных городах, который традиционно голосует за Яблоко и хотел бы голосовать за нас в том числе. Это было бы просто чистое разделение одного электората. Сегодня мы фактически с Яблоком пересекаемся, но пересекаемся не так сильно, как это было еще год назад. Ну да, после того, как господин Мальцев говорит, что он удивлен там наездами со стороны старого еврея Жириновского, конечно, с Яблоком вы несколько как-то разошлись. Вот мой коллега Александр Побраков, он вас спрашивает, каково отношение к поддержке партии Парнас со стороны Демушкина и Стархова, автор книги «Удар русских богов» и прочих персонажей. Например, в США поддержка Трампа со стороны куклос-клановца Дэвида Дюка вызвала скандал. Он должен был обравдываться и дезуировать эту поддержку. Готов ли Михаил Михайлович дезуировать поддержку Парнаса со стороны выженазванных товарищей или господин? Я не знаю, в чем поддержка это выражается, но то, что была фраза, что вроде как он доверен лицом, это не так. Демушкин, вы имеете в виду? Он никакой не доверен, да, Демушкин. Другие опросы фамилии не слышал никогда, но Демушкин не является никаким доверенным лицом. Если он поддерживает Мальцева, но это не... Кто-то, конечно, нас за это критикует, но я не могу сказать, что Демушкин прекрати поддерживать Мальцева. Я ни разу в жизни его не видел просто, значит, да. Поэтому мне это как бы не сильно... Вы можете сказать Мальцеву, не водите Демушкина с собой на дебаты. Он все-таки фигура достаточно скандальная и среди радикальных националистов, хотя я выступил против войны с Украиной. По-моему, сейчас он не водит уже. Один раз он привел и все. А, ну то есть вы хотите сказать, что это все одно отклонение от курса? Одно, да, это было один раз было, да. Это я помню, я поэтому и указываю на это, что он недоверенное лицо и больше не водит. А то, знаете, будут вот шутить дальше, там, как Яков пишет, как скоро Стрелков-Гиркин примкнет к вашей партии. Ну так шутить не надо. Ну, наверное, не примкнет, потому что он за войну с Украиной, а вы против. Да. Вот и все. Как минимум, еще много других причин. Да, значит, ну просят, знаете, дайте гарантию, что Мальцев будет вести себя в Думе как демократы, что мы не пожалеем. Это Алексей пишет, что проголосовали из Парнасова. Я уверен, что это будет так, я уверен, что это будет так. А какие гарантии? Мальцев же из партии бегал. Мальцев разумный человек, нет, он не бегал, он его просто выдвигал один раз коммунистом. Так он был всегда одномодатным кандидатом. Но он на Единую Россию основывал, конечно, в другие времена. Нет. Когда вы были, правда, премьер-министром. Нет, в то время он был просто уже депутатом и опять-таки он был одномодатником, а не партийным депутатом. Это не так. Он не был партийным депутатом никогда. Так, еще один вопрос. Значит, это я все от народа смотрю. Ну что ж такое сплошной Мальцев? Согласен ли Касьянов с экономическими взглядами Мальцева? А у него есть экономические взгляды, кстати? Они общие совершенно. Экономические взгляды формирую я в партии. И поэтому у Вячеслава Мальцева они общие взгляды, чтобы народ жил хорошо. Как это сделать? Технику и технологию мы отрабатываем сами. Вы посмотрите нашу программу и там увидите чисто наши либеральные подходы к этому. Правильные подходы к решению всех экономических проблем, которые приведут страну к процветанию граждан. Поэтому вопросы такого предвыборного популизма, они вполне уместны, которые используют Мальцев. Я за это его не критикую и он делает правильно. Ну то есть у вас, при вас люди будут жить лучше, чем сейчас. А почему? Однозначно, потому что будет экономический рост, потому что будет поддержка предпринимательства. И народ, граждан не будут унижать. И они не вынуждены присмыкаться, как многие делают сегодня, вынуждены. Многие протестуют против этого, у них отбирают собственность. Посмотрите даже на кубанских трактористов. Чтобы отбирались земли у фермеров. Фермеров, которых я в начале 2000-х поддерживал, специально выдавал им программу дешевых кредитов, чтобы поднять их. Подняли, мы стали зерновой страной. Прекратили импорт. Сейчас у них отбирают земли. А мы знаем, кто отбирает. Там есть фундисты. Конечно, конечно. Они же и в губернаторстве. Эти агрохолдинги, считайте, это большие совхозы советские. Вновь возвращаемся туда. Вместо того, чтобы усилить горизонтально мощь сельского хозяйства на юге России, вновь отбирают земли. Ну вообще это немыслимо. Частная собственность – это священная корова, неприкосновенность. Вот интересно. Тут я вас слушаю. И сегодня я слушал Григория Явлинского. Сегодня и партия Яблоко объявляла свой экономический манифест. Вот мне хочется понять, насколько далеко все-таки вы разошлись, или наоборот сошлись, в вопросах экономических. Мы сделали небольшую выдержку из выступления Григория Явлинского по поводу манифеста. Давайте послушаем и обсудим. У экономики отнимают возможности роста. Уже даже партия появилась. Когда появляется партия по поводу роста, это мужчины знают, что это такое. Это невозможное уже дело. Уже значит точно ничего. Мало того, ведь дело же не в росте, а дело в качестве роста. В качестве его. Об этом мы говорим уже 20 лет. Проведение такой политики, в результате которой страна становится объектом применения санкций в мировом масштабе, и все, кому не лень против нашей страны, могут в любой момент объявлять дополнительные санкции, такая политика неприемлема. Просто неприемлема. Можно до бесконечности обсуждать ключевую ставку Центрального банка, субсидирование процентов по кредитам, реорганизацию Внешэкономбанка, говорить, как все это важно, нужно, как это все будет способствовать. Ну, все это абсолютно бессмысленно. Но с точки зрения изменения ситуации, это правда бессмысленно. Потому что пока не будет внятно сказано, каковы правила игры, и что эти правила неизменны на ближайшие 5 лет, не говоря уже о том, что они неизменны через год. Каковы правила ведения дела? Кто чем реально может распоряжаться в смысле активов и до какой степени? Кто у нас решает хозяйственные споры? Арбитражи и суды или Следственный комитет и ФСБ? Что будет в ближайшее время закупать государство и для каких целей? Как мы будем позиционировать себя в мире? Мы так и будем продолжать войну с Украиной, а Евросоюз, он нам что? Он нам партнер или противник, с которым мы готовимся воевать? Вот без ответов на эти и еще ряд других ключевых вопросов ничего невозможно сделать в экономике. Понятно, что это сложные вопросы. Но для того, чтобы на них были ответы, а количество неопределенностей сокращалось, для этого должна произойти смена политики и власти. Должны появиться новые люди и должна проводиться новая, другая политика. Не в интересах сохранения у власти некоторой группы лиц во главе с Владимиром Путиным, а в интересах России как страны, конкурентноспособной в 21 веке. Как страны, которая должна войти в число развитых стран. Как страны, в которой продолжительность жизни должна быть 85 лет, а не 64 года. Вот на что должна работать экономика. Вот это Григорий Явлинский об экономике. Я вижу, что он ставит вперед теперь, после некоторых, видимо, перемен в своей жизни, все-таки политику. То есть смена власти и даже смена президента Путина. Для вас это важное заявление лидера Яблока? Ну, про экономику содержания немного, мы услышали. Но важная вещь, что я так понимаю, что если мы в Думе, и Паранас, и Яблоко, то Явлинский и Яблоко поддержат инициативу Паранаса об отставке Путина. Это такая, ну, намек серьезный на это. Впрямую так не говорится, значит, но я вижу из этих слов, которые были только что сказаны, что да, Яблоко, наверное, поддержит, наверное, нас. Ну, то есть, на ваш взгляд, Яблоко стала более, так сказать, оппозиционной партией, чем раньше? Ну, она не стала. Я сейчас говорю только об одном заявлении. Кроме этого заявления, ничего другого не демонстрирует это. Ну, слушайте, есть позиция по Украине. У вас ведь есть совпадение по, скажем, по Крыму? Вот про Крым меня тоже спрашивают. У них более завуалированная, менее четкая позиция. Значит, сейчас просто предвыборные кампании. Я понимаю, что ни от кого нельзя требовать четкой формировки по этому вопросу, который может являться, ну, предметом проблем сразу же. Опять экстремизма. Проблем по участию в выборах, значит, да. Но у них более мягкая позиция. Вы знаете там про референдум, что-то там и так далее, и так далее. Международная конференция. И так далее, и так далее, значит, да. Это вполне возможно. Но так, ну, я согласен с тем, что позиция Явлинского, в частности, она была в первые же дни по Крыму озвучена. И мы очень ценим это. Именно по той причине, по этой причине мы поддержали на выборах Мосгордумы, помните, с Борисом Немцовым. Когда нас сняли из-за проблемы с нашей, на нашей позиции по Крыму и Украине. Яблоко пошло. И мы поддержали тогда Яблоко по выборах Мосгордумы. Именно из-за позиции Яблоко по украинским проблемам, по всем комплексам проблем. Да, это, это, в этом мы, конечно, если не близки, то не одинаково, то очень близки. Ну, а в чем разница все-таки? Они говорят, что это нарушение международного права, аннексия Крыма и вывода. Мы так говорим. Ну, вы говорите, они говорите, а что дальше? Ну, значит, считаем, что большой разницы нет. А международная конференция нужна, как Яблоко говорит? Это техника исполнения, это не главное. Сегодня это не главное. А главное что? Фиксация позиции? Главное это проведение договоров, проведение переговоров по новому договору между Россией и Украиной, который будет охватывать все. Так вроде есть договор, который даже нынешней властью не дезвоирован. Он не годится? Он же разрушен. Он же разрушен. Там зафиксировано, что границы признаются. Да, незыблемость границ, он же разрушен. Но так можно и обеспечить эту незыблемость границ тем или иным способом? Поэтому и нужно вести эти переговоры. Так с кем? С Украиной все-таки прямые переговоры? Ну, конечно, конечно. Я же уже в вашем, здесь в этом зале говорил несколько раз. А повторение не меняется? А аудитория меняется? Нет, сейчас нельзя повторять. Вы же знаете причину. И вы не пытайтесь меня подвигнуть к этому. Потому что это нечестный ход. Ну, почему? А Донбасс? После 18-го числа мы с вами поговорим насчет... С удовольствием. А про Донбасс можно говорить? Конечно, можно. Проговорить можно про все можно говорить. Бесконечные эти разговоры про Минский формат, там все прочее. Точнее, Нормандский формат, Минские эти переговоры, процесс. И все стоит на месте. В общем, ну, стрелять, кажется, меньше перестали. Как из этого тут у ПК выходить? Очень просто. Нужно просто отдать границу под контроль украинских властей и миссии ОБСЕ. И все. И санкции будут сняты через три дня. Нужно прекратить просто. И все. А нужно, чтобы были сняты санкции? Вот что изменится в России, если будут сняты санкции, введенные в связи с Донбассом? Сильно ничего не изменится. Но эти санкции действуют на финансовый сектор. Это да. Эти санкции многим не нравятся. Они действуют на энергетический сектор. Это да. Ну что, рублю крепится или что? Не-не-не, послушайте. Кардинально это ничего не изменится. При этой власти. Это изменится, если будет другой политический курс, который мы сформируем. Тогда, безусловно, снятие санкций очень поможет. Потому что доступ к финансовым рынкам, доступ к технологиям, которые в стране очень сильно требуются, он необходим, этот доступ. А санкции препятствуют этому. Поэтому, безусловно, мы добьемся снятия этих санкций. Как только мы получим возможность сформировать политический курс. Ну а это от избирателей зависит. Разумеется. Хорошо, еще у вас вопрос. Как руководство Парнаса будет взаимодействовать с религиозными организациями? Там, выполнение статей Конституции о взаимонезависимости церкви и государства. Будут ли бороться за отмену закона о защите религиозных чувств? Или чувств верующих? Да. Я считаю, что это вредный закон. Мы будем вносить предложение об отмене этого закона. Ну, наверное, есть целый пакет, что еще там надо отменить. То, что принтером, так сказать. Ну, это много. Вы сейчас спрашиваете у меня про религиозные организации. Я соглашаю с этим. Это так. Я считаю, что это вредный закон абсолютно. Кстати, да. И закон Яровой последний из многих вот этот. Он же тоже затрагивает религиозные организации. Там миссионерство ограничивается. Да, да, да. Там очень много. Все это там целый пакет этих законов. Причем не просто последний год. Прям вы помните еще, как только Путин вступил в 12-м году в должность. За первые 100 дней это было куча законов принято. Вреднейших законов. Включая антисиротский закон, включая иностранные агенты. Включая потом уже позднее, что ФСБ может стрелять в толпе. Потом уже там нацгвардия может стрелять. А ФСБ может обыскивать людей и так далее, и так далее. Неограниченные полномочия. Конечно, все это подлежит, безусловно, отмене. Это все вреднейшие законы, препятствующие развитию страны и давящие, унижающие граждан. Кстати говоря, с иностранными агентами что-то власть тут оживилась. Вот Левада-центр, мемориал проверяют. Все как-то очень идет активно в этом направлении. Что их вдруг так начало пугать? Влияние. Влияние того, что любая живая активность, независимая от власти, она их очень сильно раздражает. Поэтому они ищут причины, как эту активность прикрыть. Вот есть форма такая, как иностранные агенты. Поэтому выискивают какие-то элементы для того, чтобы обвинить ту или иную организацию, подвести под один или другой закон. Поэтому Левада-центр сложно было подвести под экстремистскую организацию, но подвели под иностранного агента. Так, что у нас еще? Вот, пожалуйста, интересуется все-таки расследованием убийства Бориса Немцова. Тем более, что, насколько я понимаю, сейчас вот тот же Дмитрий Гудков собирается нести там в мэрию очередные там подписи, кажется, 30 тысяч, чтобы увековечить его память там на мосту и так далее. Что, на ваш взгляд, там происходит? Ничего сейчас не происходит. Но вы знаете, что сейчас идет подбор присяжных. Не сумели подобрать его в первом заходе. Сейчас это будет, вот, я так понимаю, в этом месяце будет вторая попытка суд над исполнителями. Но нет никакого движения по поиску организаторов и заказчиков. К сожалению, все в том же плачевном состоянии. И мы по-прежнему утверждаем, что дело не раскрыто. И заявление Бострекина о том, что все раскрыто, полностью расследовано, это оно неверное. Оно даже вредное, это заявление. Оно вводит в заблуждение общественности. Убийство не раскрыто. Следствие не закончено. И оно не может привести, в таком масштабе, как оно идет, или таким темпом, не может привести к положительному результату. Да, изловлены, я так понимаю, и в суд представлены доказательства по исполнителям. По крайней мере, по нашим сведениям адвоката, которые у нас есть, что, видимо, это справедливое обвинение. Посмотрим, посмотрим, какое решение вынесет суд. Но нет полного раскрытия. Нет заказчиков. Никто не знает, кто это заказчик. А каким образом можно здесь надавить как-то на власть? Власть не надавливается всяческими способами. Знаете, и демонстрации, и пикеты, и призывы допросить того, допросить другого. Тот, кто, по мнению наших адвокатов, которые участвуют в процессе, и они видны из материалов дела, они могут быть причастны ко всем, или, по крайней мере, должны быть допрошены для получения новых сведений. Силовики из Чечни. Да, да, да. И по ним не проводится никаких следственных действий. Все остановлено. То есть, значит, власти есть что скрывать. Видимо, так. Именно в этом существует проблема. В этом есть проблема. Так, ну что тут? Я смотрю, нас тут еще опять к экономике возвращают. Спрашивают насчет резервов. Это действительно тут интересная история, что начали истощаться резервы. Видимо, их под выборы, что ли, тратят, чтобы, так сказать, удержать экономику в нормальном состоянии. Так, по-моему? Видите, ввиду бюджетные резервы? Да, ну вот там фонд национального благосостояния, резервный. Может, вы объясните, что там происходит? Нет, здесь смотрите, значит, да, мы говорим о бюджетных резервах. Там два есть фонда. Фонд резервный и фонд национального благосостояния. То, что уже Минфин кричит, там уже не первый раз по кругу, и министр, и зламинистры, о том, что к концу года резервный фонд может быть полностью закончен, это так. Поскольку вы знаете, что бюджет исполняется с 3% дефицитом, более того, уже в течение года на 2% ВВП сокращены расходы. То есть, фактически дефицит уже 5%. 3% покрывается из резервного фонда, 2% покрывается за счет граждан, которые недополучили индексацию по пенсиям, которые недополучили разных услуг, которые недополучили в том числе ремонты больниц и школ, которые недополучили еще разных других вещей, которые государство должно было сделать. Поэтому дефицит уже 5%. Да, этот резервный фонд, который используется, разрешен к использованию сегодня на финансирование дефицита, он, очевидно, к концу этого года будет исчерпан, если не будет дополнительных сокращений расходов, которые одобрены законом текущего года. Далее, в следующем году уже подходит пора для следующего резервного фонда, который называется Фонд национального благосостояния, откуда финансируются разные проекты, в том числе РАОЖД, в том числе РОСНЕФТ, в том числе ВНЕШТОРБАНК и так далее. В котором дыра, по-моему. Да, и вот видели недавно, были специальные какие-то заявления, они по 100 месяцев не могут появляться, они вдруг не с толпой все появляются, что РЖД отказывается от финансирования этого фонда. Это означает, или дальше еще было, по-моему, РОСНЕФТ тоже отказывается от получения этих средств. Это означает, что Путин дал команду прекратить, вообще сами дайте по собственному инициативе отказ от получения этих средств, потому что эти средства нужны Путину для избирательной кампании. Специально проводились одно или два совещания Путина о том, как сохранить фонды для финансирования правильных мероприятий, которые поддерживали имидж Путина в преддверии 2018 года, в преддверии президентских выборов, чтобы народ вновь его любил, что он исполняет какие-то обещания. Сейчас пенсии не индексируются, но потом в следующем году говорят проиндексируем обязательно, поэтому к 2018 году, к марту, к дню голосования, в стране может уже денег и не быть. Мы можем получить вновь Путина, но получить Путина уже без денег. Это будет большая беда при таком курсе и при таком способности управлять страной и не имея никаких денег, это просто уже коллапс. Да. Вообще странная ситуация. Получается так, что Медведев отбирает по 30 тысяч эти индексации у людей, у пенсионеров, да, дает 5 тысяч, а потом Путин будет опять давать эти 30 тысяч через индексацию, но рейтинги-то как-то у них очень медленно падают. Почему люди, как нам пишут, вот это зомбированное население не понимают, что их грабят? И как им это объяснить? В том-то и дело, потому что зомбировано, правильное слово, зомбировано население. Люди только сейчас начинают просыпаться. И я вижу, что наша поддержка, с чего мы начали, что растущие с 5% в июне до практически 9% в августе, как раз это результат того, что люди начинают просыпаться и начинают понимать, где источник зла, кто вообще носитель всех этих проблем. Конечно, да, главным препятствием для развития является Путин и его команда. И это, с этим лозунгом мы идем в Государственную Думу, мы идем к гражданам сейчас, надеюсь, они поймут это, и потом мы это будем реализовывать уже, будучи в Государственной Думе. Всю эту программу по началу, по переменам, которые все нуждаются, страна нуждается в этих переменах. Поэтому, безусловно, здесь идут так, рейтинги их падают медленные, по той простой причине, что именно через зомбирование всем внушают, что если нет Путина, то коллапс в стране. И люди не хотят, чтобы были глобальные какие-то хаосы, и что-то обрушалось. Они считают, что, продолжают верить в то, что Путин является стабилизатором. Пусть как-то там поднастроится, само собой, но чтобы было все стабильно, и Путин это стабилизатор. Они должны понять, что Путин никакой же не стабилизатор, он тормоз развития. Поэтому, если сегодня нас поддерживают 9%, то через год будут поддерживать уже 30%. И потом ситуация будет меняться очень быстро. Плавно, но быстро. Плавно это не означает, что там мы будем 20 лет, а быстро это означает, плавно это означает без хаосов, а реальными шагами, а быстро это в течение двух лет. Я хотел спросить про ваше отношение с телевидением. Какое впечатление у вас от участия в дебатах? Некоторые считают, что это бессмысленный цирк, никто это не видит и так далее. Ну, это не бессмысленный цирк, поскольку меня не показывали по центральному телевидению 10 лет уже, значит, и люди удивляются, когда видят, а, значит, даже таким экстремальным оппозиционером можно появляться, означает, что в стране начинает происходить. Это очень важный фактор для сознания граждан, и поэтому я считаю, что это имеет очень хороший эффект. Но ведь рот затыкает. Рот затыкает, да, там звук делают даже ниже мой, когда со мной кто-то начинает спорить или что-то на меня там кричать и так далее, и так далее. Но все равно возможность мне что-то сказать и моим другим коллегам по нашему списку партийному, это несет серьезный плюс. Ну и вы бы пошли, например, на НТВ после того, как они с вами там вас грязью поливали? Это НТВ, для нас, вы знаете, три канала, к которым мы не общаемся, это НТВ, РЕН-ТВ и НТВ, РЕН-ТВ и Лайф-Ньюз. Вы их наказали? У них одна редакция, нет, просто это одна команда, у них одна редакция, они просто меняют камеры, мы разные люди, но руководство у них одно, и направление редакционное, если ты можешь звать, это журналистка, это не журналистик, это пропаганда, у них одно, поэтому с ними мы не общаемся. — А как же требования эфира у РЕН-ТВ, вот вы и Зубов, по-моему, потребовали после того, как вас в очередной раз там приложили? — Если надо прямой эфир, это же не будет там дискуссий ООР, это будет прямой эфир для опровержения, да, это так мы сделали, закон так предполагает. — А ответ какой-то есть от них? — Нет, от РЕН-ТВ еще я сегодня не видел, сегодня уже пришел ответ Зубову от России-1, где написали, что оснований нет никаких. — Так, а где же Памфилова? — Там ссылка, вот именно, вы написали же копию туда, там прямая ссылка на две нормы двух законов, которые в прямую обязывают средства массовой информации предоставлять эфир для опровержений. Но они говорят, нет таких оснований. Ждем реакции Памфиловой, конечно, на это. — То есть это, вы думаете, еще до выборов можно успеть? — Ну еще у нас есть четыре дня, еще есть из них три дня агитации, даже еще четыре дня агитации. — Хорошо, еще один вопрос тоже спрашивают, как вы смотрите и смотрите ли за выборами в Соединенных Штатах то, что там происходит борьба Клинтон с Трампом и к чему может привести победа господина Трампа для России? — Смотрю, мне это удивительно, конечно. Надеюсь, что еще будут ситуации меняться. Но мне удивительно, конечно, когда такая поддержка. И сейчас Трамп впереди Клинтон по вопросам, которые последний раз показывали. Это мне удивительно, конечно. Еще месяц назад было отставание Трампа 10-ти процентное. Сегодня, по-моему, на 2-3 процента выше Хиллари Клинтон. Это для меня удивительно. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Мне, так сказать, с трудом хочется верить в то, что, ну, скажем, идеи Трампа... — Наладить отношения с Путиным? — Нет, просто общие конструкции. Даже не просто по наладить отношения Путина, конечно, тоже, я думаю, что это чисто популистский прием также. Но общий подход, вот такой вот черпать, вроде, так сказать, низменные чувства у американцев, значит, он напоминает мне что-то, связанное с нашей Российской Федерацией в том числе. — Но это же не только в Соединенных Штатах. Есть ведь и разные европейские политики, которые готовы там, условно говоря, не обращать внимания на российскую агрессию в Украине и выступают за снятие санкций. Ну, вот, например, тот же Земан в Сехии. — Об Америке, я смотрю, более глобально. Это несравнимая вещь. Вы спрашиваете меня просто по отношению к Путину. Да, но появление Трампа во главе Америки — это более глобальная вещь, нежели просто отношение к Путину. Потому что Соединенные Штаты — это член Совбеза ООН, это наш глобальный партнер по Совбезу и по проблемам, которые в мире существуют. Поэтому, безусловно, это совсем другая вещь. В Европе много разных политиков, да, но они, скажем так, занимаются таким мелким популизмом. Они исходят из своих, так сказать, текущих предпочтений. В глобальном плане все равно они принимают решение, скажем, общеевропейское. И решение принимает такое, соответствующее, скажем, их позиции по исповедованию тех ценностей, которые их объединяет, которые, так сказать, объединяет их с нами в том числе. Это и наше вступление в Совет Европы, и все те ценности, которые мы исповедуем, они прописаны в нашей Конституции. Просто об этом власть наша забыла, но это факт. И поэтому по Конституции мы такое же нормальное европейское государство. По факту жизни мы в изоляции, и мы такие непонятно кто, значит, Путин, как нас... — Самоизоляция. — Да, самоизоляция, да. Но я считаю, что это все преодолимо. Все преодолимо и в короткий срок. Вопрос, была бы политическая воля, была бы та политическая сила, которая может это сделать. Про нас является такой политической силой. Поэтому мы рассчитываем на поддержку избирателей. — Да, ну вот где-то тут мне написали, что либералы, они не обращают внимания на социальные проблемы. И, мол, опять будет монетаризм, там невнимание к интересам каких-то пенсионеров, слабых и так далее. — Это неправильное суждение у слушателей, поскольку монетаризм, он не исключает. То, что не исключает, он не противоречит поддержке... — Монетаризм — это жить посредством, я бы сказал. — Да, и вести просто политику, которая основана на стабильности, макроэкономической стабильности. Но это не означает, что нужно забыть о малоимущих и о людях нуждающихся. Как раз нет. Как раз в конструкции, которую мы исповедуем, помощь должна быть большей, на порядок больше, чем она сейчас. Просто они должны отдаваться каждому. Люди, которые могут работать, должны работать. Кто не может работать, должен получить тот уровень доходов от государства, который обеспечивает достойную жизнь. — Вот за счет чего-то? Это опять популизм по Мальцеву получится. — Это не популизм. Я говорю о сбалансированном бюджете. Я готов вам представить даже расчеты, как он будет сбалансироваться, за счет чего. У нас расходы, например, на оборонные расходы — 4% ВВП. Когда всегда у нас было 3%. Во всем мире, ну не во всем мире, скажем, в Европе это 2%, где-то меньше 2% ВВП. В Америке 3% ВВП. — Да, они погатыли. — А у нас 4% ВВП. Поэтому это последние два года. Поэтому нужно вернуться в минус 1%, значит, надо вернуться к нормальному уровню 3% ВВП. Правоохранительная деятельность, смотрите, что такое. Ну, у нас вообще же в совокупности обороны и правоохранительная деятельность треть федерального бюджета. Треть федерального бюджета. Опять 2% ВВП тратим на правоохранительную деятельность. На дороге мы тратим 1,5% ВВП. А на полицию и другие структуры правоохранительные у нас аж 2% ВВП. — А преступность, в общем, растет. — Да, у нас самое большое количество убийств. Самое большое количество убийств. У нас 550 полисейских на 100 тысяч населения. А в Европе 250 полисейских. А количество убийств в три раза меньше. В три раза меньше, чем в России. — Да, ну что ж, надо учиться у Европы. Спасибо. Сегодня у нас в московской студии «Радио Свобода» был Михаил Касьянов, лидер партии «Народной свободы». И я надеюсь, что мы еще увидим интересные разные результаты, связанные с этой партией. Всего доброго. Вел передачу Михаилу Соколову. — Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова